Последние два с половиной года я у себя на канале размещала материал с тем, чтобы помочь сориентироваться в происходящем и предпринять определенные шаги для защиты себя и своих близких. В этом видео особо не буду вдаваться в подробности, а представлю общую картинку в простейшем виде и также суть того, что нужно делать. Первое. Против нас ведут войну. Война за постоянный контроль. Третья мировая война уже привела к массовой бедности. Цены на топливо и продукты питания растут и будут продолжать расти. Мы движемся к полномасштабной мировой рецессии. Никто никогда не видел ничего подобного в своей жизни, потому что ничего подобного никогда не было. Инфляция в Европе сейчас под 10%, а вот где она была для сравнения в 2008 во время финансового кризиса. Газпром остановил северный поток, поэтому в Европе все только начинается. Вы же знаете, что такое инфляция. Она уничтожает спережение населения. Одновременно идет преднамеренное уничтожение запасов продовольствия, чтобы установить полный контроль. Китай массово расширяет свою программу по изменению погоды, заявив, что сможет покрыть половину страны искусственным дождем и снегом к 2025 году. Между прочим, это тот же Китай, который только в прошлом году хвастался своей способностью использовать модификацию погоды, чтобы вызвать дождь. Но сейчас 2,2 миллиона гектаров посевов погибли из-за засухи. Таким образом, это засуха вызванная. Я не хочу нагонять страх, просто оцениваю ситуацию. Если вам по душе вранье и пропаганда, смотрите обычные СМИ в той стране, в которой живете. У правительств нет плана выхода из этого кризиса, потому что кризис был спланирован. Реальная цена будет ощущаться в Африке и Азии, где сотни миллионов умрут от голода в ближайшие месяцы. Было бы наивно думать, что это было чем-то иным, кроме преднамеренного действия военных преступников. Одновременные засухи, наводнения, необычные природные явления, которые мы сейчас наблюдаем по всему миру, не являются естественными природными явлениями. Это сконструированное оружие, развернутое против человечества под прикрытием изменения климата. Войну против нас ведет именно тот, кто стравливает народы между собой. Есть только один враг, и если вы деретесь между собой, вы делаете его сильнее. Мы все раньше были Русью, и мы все славяне, а украинофилы появились сравнительно недавно. Вынужденная украинизация в 20 веке, украинская идентичность – это не то, что идет из древней культуры и истории, а то, что привито пропагандой. Прежде чем служить своей стране, сначала узнаете, а кому служит ваше правительство. А нам нужно, наоборот, объединяться против нового мирового порядка, который контролирует вашего президента и стоит за хаосом на земле. Синоним нового мирового порядка – это большевизация земли. Они не рассказали вам в школе важную деталь. Вы думаете, что коммунизм – это рабочее движение, но это не так, это нонсенс. Коммунизм финансировался самыми богатыми в мире. Карла Маркса финансировали Ротшильд, Барбург, Уолл-стрит. Маркс был двоюродным братом Ротшильдов. Шваб любит Ленина, Ленин любит Маркса, Ротшильды любят Шваба. Октябрьскую революцию тоже они финансировали. Крупные суммы для Ленина и Троцкого шли через вице-президента Федеральной резервной системы Пола Варбурга. От них же Сталину достались танки еще в войну, в борьбе с Германией. Большевики – та тайная сила, которую никто на самом деле не хочет видеть. Это те, кто печатают деньги, это те, кто контролирует фармопромышленность, оружейную промышленность, СМИ. Вот так выглядят результаты коммунизма сегодня. Они заперли 21 миллиона людей в Чингду и многие будут голодать. Всемирный экономический форум. Китай играет все более активную роль в перестройке международной системы, изменении климата, цифровой трансформации, экономического развития, одновременно работая с местными последствиями Четвертой промышленной революции. Почему они используют коммунизм? Потому что это идеальная рабовладельческая система, потому что они хотят владеть всеми народами. Дело не в равенстве, а в тотальном контроле. Потому что когда ты печатаешь все деньги, то тебе не нужно заработать еще больше денег, тебе нужен тотальный контроль. Фонд Рокфеллера в конце августа извещает о проекте Mercury. Это ртуть, что ли? Очень странное название. Или Меркурий. В мифологии бог-покровитель торговли, прибыли и обогащения. По повышению скорости вакцинации против ковид и борьбе с дезинформацией. Другими словами, это пропаганда. Они разрушают мировую экономику и цепочки поставок как часть плана. По оценкам Института международных финансов, совокупный размер долга в первом квартале 2022 года достиг рекордных 305 триллионов долларов. Кому должен мир эти деньги? Вы думали об этом? Правительством повсюду придется резко поднять процентные ставки, чтобы попытаться сдержать инфляцию. Просядет и обанкротится средний класс, и поэтому резко возрастет безработица. Пенсии прекратят выплачивать. Будут потрачены дополнительные миллиарды на бомбы. Пострадают бедные, больные и старики. Цены на жилье рухнут. Крупнейшая шведская газета Dagens New Heather пишет о том, что вся Южная Швеция может надолго остаться без электричества этой зимой. Или вот Warburg Energy призывает потребителей отложить 50 тысяч шведских крон, это 280 тысяч рублей, в качестве подготовки к этой зиме на фоне безудержных затрат на электроэнергию. Но не может индустриальная страна, где половина электричества производится на ГЭС, одна из самых богатых стран в мире, просто так взять и отключить электричество на зиму. Очевидно, что для этого предпринимаются специфические шаги в рамках заговора. Удивительно, что есть люди, которые не верят в мировой заговор. Всем известно, например, что компании сговариваются между собой с целью увеличения прибыли. В это все верят. Всем известно, что некоторые страны сговариваются между собой, чтобы достичь каких-то определенных целей. В это все верят. Но то, что между собой сговорится 1% самых богатых людей в мире, в чьих руках 82% мирового богатства. Нет, это конспирология. Нет, зачем мы между собой сговариваться? Пятое. Этот 1% пытается убить 95% людей. Дигель, разведывательная организация для правительства США, прогнозирует массовую глобальную депопуляцию к 2025 году. ООН в своем блоге пишет о преимуществах мирового голода. Голод имеет большое положительное значение для многих людей. Действительно, это имеет фундаментальное значение для работы мировой экономики. Голодные люди – самые продуктивные люди. Сталин назвал крестьян врагами народа. Экспроприировав их, государство взяло под контроль производство продуктов питания. Тогда 7 миллионов россиян умерли от голода. Теперь, 100 лет спустя, Всемирный экономический форум начинает войну с фермерами. Внутренняя инфляция цен на продовольствие по-прежнему резко возрастает. И по данным Всемирного банка, люди в странах с низким и средним уровнем дохода особенно сильно пострадали. То есть, люди будут голодать не потому, что нет еды. Нет, еды и воды в принципе предостаточно. А потому, что не смогут ее себе позволить. Перекрыть доступ российским ресурсам на глобальные рынки означает убийство западной экономики, а также бедных стран, зависящих от зерна, поскольку Россия является самым крупным в мире экспортером пшеницы. Им уже удалось осуществить массовое истребление посредством химоружия. Что сегодня вообще можно говорить вслух? Я взяла правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции на сегодня и сравнила их с версией ютуба пары месяцев назад. Старая версия справа. Там у них был пункт про правила в отношении самоизоляции и социального дистанцирования. Этот пункт они больше не считают ложной медицинской информацией. И теперь можно вслух говорить о том, что самоизоляция и социальное дистанцирование являются псевдонаучным инструментом массового контроля. Дальше ложным в старых правилах было заявление о том, что маска не помогает предотвратить заражение или передачу. Этого пункта в новой версии нет. И наконец-то можно сказать о том, о чем я говорила уже 2,5 года назад, из-за чего в частности удаляемое видео. Маска не помогает предотвратить заражение инфекцией. Маска является символом рабства. Что мне еще сейчас можно говорить? То, что вакцины не снижают риск тяжелого течения заболевания или смерти. Говорить вслух нельзя, но зато они убрали вот этот пункт, то есть он больше не ложный. Вакцины не снижают риск заразиться коронавирусной инфекцией. Другими словами, пару месяцев назад наука говорила нам о том, что вакцины снижают риск заразиться. А сегодня наука говорит о том, что нет, не снижают риск заразиться. Видите, вашим умишкам не подвластна вся научная глубина. Вот здесь раньше был интересный пункт, который ранее являлся ложной информацией. Вирус больше не существует и пандемия закончена. Я этого никогда не говорила, я говорила без слова больше. А это и по новым правилам говорить нельзя. Еще новый запрет. Нельзя говорить, что количество летальных исходов от ковида не превышает число смерти от простуды. И что ковид не более заразен, чем простуда. А можно говорить о том, что ковид это и есть старомодная простуда? Или о том, что это последствия химического отравления? Полный идиотизм считает, что это инверсионный след. Взгляните вверх, вон он ваш ковид. А они продолжают купаться. Я бы схватила в охапку детей и уносила оттуда ноги, как будто живу в каком-то параллельном мире. Когда меня спросили о моих планах на осень, мне понадобилась пара моментов, чтобы понять, что меня спрашивают не об апокалипсисе. Но нет, я не боюсь. Я стою в истине и хочу подбодрить тех, кто также борется против сатанистов. Мы под божественной защитой. Те, кто попался на аферу с ковидом, попадутся и на аферу с климатом, так же, как они попались на аферу с Украиной. Три года спустя половина из них все еще промывают мозги. Окаменевшие они готовы провести остаток своей жизни под чьим-то сапогом. Большинство из них не поняли, что с ними сделали. У них не хватит критического мышления, чтобы увидеть всю совокупность того, что сейчас происходит. Этот 1% знает, что люди восстанут против массового убийства, когда оно станет полностью очевидным. Он хочет, чтобы мы привлекли к ответственности тем или иным способам политиков, врачей, общественных деятелей, медсестер, которые участвовали в этом истреблении. 1% хочет, чтобы началась гражданская война с тем, чтобы оправдать ввод войск ООН. Война почти выиграна еще до того, как 95% людей узнают, что мы находимся в состоянии войны. Они показали себя истинными врагами человечества. Они желают и готовы бомбить любую страну и назовут это ядерной войной. Я не буду принимать таблетки йода от большевиков. Погуглите оральная вакцинация от коронавируса. 1% можно остановить, хотя уже достаточно поздно. Нас все еще много, а их пока немного. Мы должны подготовиться и организоваться до предела. Правда выходит наружу. Продолжайте делиться правдой и, если можете, удвоите свои усилия. Если вы раньше молчали, хватит молчать. Всем, кто работает на 1%, пора переходить на другую сторону. Помогите спасти то, что осталось от человечества. Это улучшит ваш исход. Мы не враги друг другу, но есть враг, на котором стоит сосредоточиться. Мы можем спасти себя без разрешения людей, пытающихся нас убить. Это называется самооборона. Мы на войне, защищайся. Нам плевать на политические партии. Мы заботимся о принципах человечества. Мы хотим, чтобы люди были самодостаточными, изобилующими, свободными, здоровыми, гуманными. А силы, которые борются против нас, хотят, чтобы люди спали, смертельно болели, страдали и были порабощены. Вот единственные две партии, две силы, противостоящие друг другу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok